Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Притория и Белова Ирина, которая сегодня будет отвечать на ваши вопросы. Сутки назад была выложена форма в сторис, где можно было писать вопросы для эфира, что вы сделали, и на них сейчас я по порядку буду отвечать. То есть, сразу говорю, что вопросы потом в описании к видео я перечислю, чтобы вы знали, стоит ли вам вообще его смотреть. Итак, начнем просто вот в случайном порядке, особо по темам не собирая. Вот первый вопрос. Какой высоты должны быть полки на стеллаже? Самый оптимальный размер? Я вам этого не скажу. Оптимальный размер для всех, он разный. Во-первых, что учитывается? Учитывается расстояние до лампы, если она у вас есть. Если же нету, то нужно учитывать высоту цветков. Есть цветы подростки, есть цветы уже большие, взрослые, с большими листьями, с высокой длиной шеей, которые высоко поднимаются. Цветонос у некоторых цветов, даже не у цветов, а скорее у хозяев, они просто не спадают вниз. У кого-то на держателях крепится и получается очень высокий цветонос. Поэтому вам нужно смотреть, для чего эта полка, для каких растений. Нужно предположить, и высота полки будет от этого зависеть. До ламп обычно расстояние от листочков должно быть 30 сантиметров. Поэтому смотрите, какие у вас цветы, анализируйте ситуацию с лампами и делайте высоту полок. У меня за спиной, вы видите, стандартные стеллажи из Обе, Леруа. Икея, наверное, тоже деревянные стеллажи такие же делает. У них порядка 60 сантиметров высота. И все цветочки у меня стоят вот на таких стеллажах. Отдельно какие-то полки я не регулирую. Как дела с семенной коробочкой? Не отсушилась ли еще? Семенная коробочка продолжает расти в той же форме, в том же виде, в котором была в последнем видео. Я все возможные хэштеги прикреплю к описанию. Вы сможете посмотреть. Прошло 6 месяцев. Она не отсыхает, не меняет цвет. Она темно-зеленая. Также продолжает на цветочке сидеть. У цветочка как бы тоже состояние не изменилось. Поэтому я ее не показываю. Динамики там или что-то отдельного, о чем можно рассказать, нет. Как долго у вас развиваются детки в тепличках из бутылок? Ну, все очень индивидуально. В каком состоянии детки туда попадают? Есть ли у них корни на момент определения в тепличку? Или же нету? Какое было состояние у мамы? Потому что мама дает в цветонос эти вещества, которые потом питают детку. Какие вы добавляете стимуляторы в тепличку? Вообще какая тепличка и где она стоит? Какая температура? Все это, все-все-все влияет на скорость развития детки. У меня 5 октября я снимала про деток видео, которое имело бешеную популярность, где 4 или 5 цветоноса были срезаны с одной орхидеи, которая впоследствии умерла. И они теперь называются чудо природы, эти детки. Они стояли где-то полгода у меня. Ну, в среднем от 4 до 6 месяцев вот так вот стояли. Но они были вообще без признаков жизни, скажем так. Я думала, что они просто все умрут. Потому что цитокинин все-таки, и они маленькие были, и без поддержки мамы не было большой надежды. Если была детка в эту тепличку опущена, тоже у меня с мини-орхидеи, у которой не было корней, и она буквально за неделю, за две такой пучок просто выпустила корней удивительных. Они тоненькие были, но быстро росли, их было очень много. Поэтому вот тут трудно сказать про сроки, все очень индивидуально. Что делать с жирными, нецветущими цветоносами, если растут рядом новые? Есть видео у меня по поводу цветоносов. Оно называется хэштег «Цветочный доктор нижнее подчеркивание цветонос». Также можно его увидеть по хэштегу «Цветочный доктор нижнее подчеркивание важное». И там я рассказываю про цветоносы подробно. Все, что могу рассказать на тот момент. Вы что хотите, можете с ними делать. Можете оставить, можете обрезать. Но некоторые придерживаются мнения, что лучше оставить, если орхидея не отсушивает цветонос. Потому что почки могут пробудиться, которые еще не процвели. Срезают только отсветшие, вот где были цветочки. И они уже отсохли, отвалились. И вот эти почки, из которых уже ничего не вылезет, не вырастет, срезают и все. Оставляют длинные цветоносы. Кого-то цветоносы эти нервируют, бесят. Они цепляются, действительно цепляются. При поливе опрокидываются. Ну, когда много растений, вот стоит такой лес палок, да. Кто-то отрезает. Вы смотрите сами, как вам нравится, как вам хочется, так и делать. Можете отрезать, можете оставить. Что за пузырьки на листьях орхидеи, как герпес? Ну, во-первых, это может быть отек, например, связанный там с переохлаждением или пересушкой и резким поливом. А также это может быть щитовка. Такое насекомое, которое как бы в панцире на листике крепится и там деток своих выводит. Если это щитовка, то, конечно, с ней нужно бороться. Считается, что нужно убирать из этих бляшек, ну, вскрывать их, убирать этих насекомых физически, удалять и обрабатывать актеликом, например. Ну, также вы можете инсекцицид любой посмотреть в магазине, который рядом у вас находится, где вам удобнее. И везде обычно перечислено в инструкции, на каких насекомых действует данное средство. Поэтому выбирайте. Обязательно месяц должен быть у орхидеи карантин. Обязательно должно быть несколько обработок, потому что не всегда на яйца действуют препараты, на яйца, которые не питаются еще соком растения. Поэтому смотрите в инструкции. Там кратность обработок тоже указана. Следующий вопрос. Нужно ли увлажнять кокосовые чипсы и кору перед подготовкой грунта для посадки орхидей? Все индивидуально. Опять же, если вы замачиваете орхидею во время посадки, там, либо обработка какая-то, либо просто стимуляция, либо моете корни не ей, то, в принципе, грунт можно не смачивать. Также, ну вот, кокосовые чипсы, я когда использую, они у меня влажные, потому что они лежат в пакете и долго просыхают. Просто они, ну как бы, не высохли еще, грубо говоря. Если сухие и грунт, и корни, то нужно подождать сутки, потом поливать, да, чтобы затянулись микротравмы на корешках, которые образуются при пересадке растения. А как бы нужно или не нужно, тут опять же нет такого понятия, нужно, обязательно, или правило такое. Вы делайте по своему чувству, да, по наитию. Видите вы, что орхидея там, ну сухие корни, можете опрыскать из пульверизатора кору и посадить в такую кору, и два дня не поливать, например, да. Все это ваш выбор здесь играет роль. Если же, конечно, вы в сухой керамзит посадите сухую орхидею с сухими корнями, то керамзит может так же, как и мог, вытянуть влагу на себя, да. Тут надо понимать немножко. Поэтому любой сухой грунт, он как бы грунт-грунту рознь. Но обычно корни обрабатываются перед пересадкой, и они влажные, поэтому ничего страшного нету в том, чтобы денек орхидея постояла без полива, например. Подскажите, что делать с длинными воздушными корнями у орхидеи? А что вам хочется, то вы можете с ними делать. Кто-то их обрезает, кто-то при пересадке прячет в грунт, кто-то при обнаружении и росте корней, что они вот только растут, и вот-вот они начнут расти не в ту сторону, их в грунт также направляют. Но это заморочено очень. Вообще орхидея эпифит, и она корни на воздухе своей растит, и это для нее норма. У меня... Ну, сейчас покажу. Вот, видите, какие длинные корни, и они растут. У них растущие корешки аж по 2 сантиметра длиной. Вот, вот. Я ничего с ними не делаю, они прекрасно растут. Есть еще множество таких орхидей, которые растут у меня на стеллажах. Вот, настройка сбилась. Растут на стеллажах, и у них корни воздушные, и в соседние горшки они направляют их, и просто как бы на окно там, и вверх просто торчат. Вот, поэтому... Чего хотите, то и делайте, как говорится. Поливаю раз в неделю путем замачивания, а листья теряют тургор. Вопроса здесь не вижу, но как бы смысл понятен. Возможно, очень большой горшок, плохо просыхает грунт. Возможно, корневая система уже не справляется. Возможно, слишком крупный грунт для данного горшка, и он сильно быстро просыхает, даже если вы замачиванием поливаете. Возможно, у вас очень жарко, и орхидеи не хватает влаги. Это очень индивидуально. Надо смотреть фотографию, надо понимать историю. Вы можете всегда написать мне в директ, приложить фото, рассказать ситуацию, и мы будем как бы логично думать, что же произошло. Купила орхидея, обильно цветет. Через 4 дня листья легли, потеряли тургор. Что делать? Опять же, нужно присылать фотографию, потому что причин может быть уйма, как адаптация, так и полная потеря корневой, несмотря на то, что орхидея цветет. Поэтому смелее обращайтесь в директ, обязательно фото присылайте. Отрезанный край листа. Нужно чем-то обрабатывать? На ваше усмотрение. Можно не обрабатывать, он подсохнет. Если боитесь, что попадет инфекция, то можно присыпать углем, молотой корицей, фитоспорином, спорбактерином, сухим препаратом, который может подсушить, либо прокапать перекисью. На новой орхидеи... Зеленкой можно помазать. На новой орхидеи обнаружили мучнистого червеца, как бороться. Я боролась с мучнистым червецом. У меня есть хэштег, точно доктор, нижнее подчеркивание, насекомые. Там про червеца было. Считается, что лучшее средство от него октара. Я пробовала несколько средств. Одно из них было дегтярное мыло. И в итоге я от него избавилась за те же самые три обработки, которые положены. Почему на срезанном цветоносе появляются капли воды, как будто слезы? Но опять же нужно смотреть индивидуально. Если есть подсушенные места на цветоносе, значит его кушает кто-то. Если... Ну, может быть, физиологический процесс, но не уверена, что на срезанном цветоносе. Обычно еще при цветении орхидеи просто на цветоносе тоже капли выступают для привлечения насекомых. Как наколоть керамзит? Взять кухонные большие ножницы или же взять секатор. Вот у меня секатор есть. Я купила для этих целей в Леруа за 300 рублей. Такой цельнометаллический. И он спокойно крошится, потому что это глина. Глина с пузырьками и вот так крошится. Можно молотком, но будет много мусора. Так что выбирать. Может, камнем, не знаю. Но когда приплюснуваешь, конечно, молотком, все это летит в разные стороны. Лучше колоть, как и пеностекло, секатором, либо ножницами. Так, кроме орхидеи, что еще у вас цветет? Вы знаете, у меня ничего не цветет. В тот момент, когда у меня были фиалки, цвели у меня фиалки, а из тех цветов, которые у меня сейчас есть, ничего не цветет. Фикусы не цветущие, долларовое дерево тоже. И все. У меня в основном-то там таких цветов штук 16, а 200 орхидеи, поэтому цветут только орхидеи у меня. И вообще из цветущих растений у меня только орхидеи. Вот так быстро я ответила на ваши вопросы. Уместилась в 15 минут, которые пропускает Инстаграм. Желаю вам всего хорошего. Спасибо, что со мной. Спасибо, что делитесь, сохраняете. Желаю вам хорошего настроения, здоровья. И до скорых встреч. До новых встреч. Субтитры подогнал...